Так, водолеи. Что ожидает водолеев в феврале 2024 года? Наши водолеечки. Так, значит, мне показывают постель, такая чистая убранная комната. В этой убранной комнате стоит такая кровать. Не сказать, что большая, но такая больше, похоже, как бы одноместная кровать. Это говорит о том, что, ну, чистые простыни, все так хорошо застелено, все так чисто. Вот идеальная чистота, вот такое убранство, такое чистое. О чем это говорит? Это говорит о том, что вам предстоит какой-то отдых. Но одному, не в компании, а именно одному, предстоит какое-то путешествие. Возможно, как бы далеко вы поедете. Вот больше на отдых, отдых. Вот в одиночестве, вот больше как-то в одиночестве, все отдых, отдых. И белая постель говорит о том, что, так вот, все у вас идеи, все, что вы хотите сделать, это, ну, перспективно все. Все это может сложиться очень благополучно. То есть вы не копаетесь там в грязном белье, это белье очень чистое такое. То есть вы простелили себе, как бы, дорожку, дорожку из белых простыней. То есть не замарали свою репутацию. Выслали так бы себе дорожку, как говорится, красную дорожку Каннского фестиваля, да. А вы такую белую дорожку по судьбе. И вот еще белая кровать, это, возможно, вы поедете куда-то в командировку, ну, один. Или путешествовать куда-то. Ну, это как бы в любом случае как-то вы как-то одни, одни будете. Но это все благополучно будет. Все это удачно сложится. Любая поездка, любое там посещение чего-то. То есть вы вот как бы, ну, вот одни. Если даже вот пойдете, например, устраиваться на работу. Вот сами, да. Придете там на собеседование, и у вас все хорошо служится. На собеседование не через кого-то пришли, а сами нашли работу. Сами пришли, и у вас хорошо служится. Кто-то там пригласит девушку на первое свидание. Это свидание может привести к браку. Потому что постель чистая, застранная. Такая вот вся такая, знаете. И вот этот шаг, который вы сделаете к совместной жизни, там, к семье, к какой-то встрече, то это может окончиться для вас браком. То есть очень хорошо закончится. Вот о чем говорит эта постель. Так, теперь карты Таро для водолеев. Что нам сулит карты Таро? Так, сейчас мы просмотрим. Так. И карта Таро. Так. Смотрим. Вот смотрите. Первая карта Влюбленные. Потом идет карта Императрица. И карта Десятка монет. Все такие карты вышли. Вообще, это настолько вот благополучие. Значит, карты Таро говорят о том, что это знакомство приведет вам, вас к браку. Если на работу придете, то это как бы обоюдное решение будет, и вас руководитель примет на работу. Если вот какие-то там, ну, у каждого по-разному проигрывается. Подали какие-то документы на что-то, вот, то у вас это будет обоюдно. То есть вам вот этот человек, которому подаете документы там на что-то, ну, неважно на что, оно проиграется в хорошем, в добрых, в добрых, так, ну, как сказать. Ну, то есть все пройдет хорошо, вот так. Кто-то там будет, например, квартиру там продавать, да, и вот сделка пройдет удачно. Ну, то есть она проигрывается, она аж по-разному проигрывается. Потому что у каждого рыбы есть своя еще дата рождения, есть еще время рождения и год рождения. Вот, поэтому, вроде события одно и то же, но, увы, интерпретация в этом разная. То есть все, что вы задумали, вот оно будет проходить, как бы, взаимность это будет. И вот тут идет следующее, императрица. Смотрите, видите, зарождение, зарождение чего-то нового, благополучие. Вот это все, что у вас, императрица, как бы, Божья Матерь, она вам дает новый путь, новую возможность, которая будет все благополучно, которая принесет вам прибыль. Вот видите, здесь все фрукты, вот, овощи, вот, все зелень, карта вся зеленая. То есть любое событие или поступки, которые вы будете делать именно в феврале месяце, это будет все очень удачно. И закончится десяткой монет тоже, смотрите, все в зелени, все в зелени, монеты. То есть монеты это, вообще-то, прибыль, благополучие, денежная, материальная прибыль. Вот, свет, свет в конце, как бы, туннеля, смотрите, вот, видите. Так что у вас еще и финансовая прибыль будет. То есть все ваши дела будут очень удачно завершены. Все даже, ну, начальный, например, феврале начнутся, а в конце все это закончится очень благополучно. Даже не переживайте, и это вам принесет какие-то бонусы. У кого-то финансовую прибыль, у кого-то, я же говорю, у каждого свое. У кого-то там, вот, брак, брак будет, благополучный брак. Предложите девушке замуж, она скажет, да-да-да, этот брак в итоге будет очень даже благополучный. Так, теперь что у нас с картой Ленорман. Картой Ленорман, смотрим. Для водолеев, что нам скажет на февраль, картой Ленорман. Так, это 35 якорь. Так, 25 ворона. Дерево. Вот смотрите, как карта складывается. Карта Тару подтверждает карта Ленорман. Вот, значит, 35, это какой-то вот якорь. Вы где-то положите якорь. Куда-то поедете, да, вот там, заякоритесь. Какое-то дело начнете, там, захватите и заякоритесь. И это дело, 25 принесет, смотрите, ворона принесет вам, вот она держит колечко, определенные соглашения, договоренности, брак. И чем это все закончится, все ваши договоренности, все эти документы, которые, куда вы будете подавать, или какие-то соглашения, или вот на работу придете, и вам что-то предложат. Все это закончится пятеркой, это древо жизни. Древо жизни. То есть, это принесет вам прибыль, финансовую прибыль. Кто-то семью заведет, это вот древо жизни. Будет дерево жизни, скажем, ну, древо вашего рода. Будете продлевать род. Это дерево символизирует. Так что, начинайте, не бойтесь, у Водолеев очень такой, все карты говорят о том, что у вас все хорошо. Вообще, настолько удачный месяц для Водолеев. Во всех его начинаниях, в какую область ни возьми, везде у вас будет все прекрасно. Вот, и вот смотрите, даже дверь. Дверь. Это император, император. Вот, смотрите, император открыл для вас дверь, просто распахнул дверь. И вы, как бы, владеете, вот, под ногами у него земля. Вот, все, что вы не будете делать на земле, все это для вас будет открыто. Очень. Карта такая удачная. Кстати, вот, сколько я гадаю, такая карта очень редко выходит. Вот, а у вас вот, второй дверей, вам дает понять, что, смотрите как, пользуйтесь. Коридор открыт, вперед, дерзайте. Это время такое, знаете, не каждый раз всегда такое бывает. Тем более, год такой сложный, кармический. Теперь мы посмотрим, что нам стихии советуют для Водолеев. Так, шестерка земли. Шестерка земли. Читая. Уют, порядок, достаток. Скажите, нет тому, что разрушает вас и вашу жизнь. А скажите, нет тому, кто разрушает вас и вашу жизнь. Приведите все в порядок. Вот. То есть вам послание такое, что достаток у вас будет. Только правильно выстроите, как бы, путь, что вы хотите. Поймите, что вы хотите. И когда вы уже понимаете, к чему надо стремиться, выстроится цепочка так, божественными нашими сущностями, ангелами, там, кто нас курирует, охраняет, вашим ангелом-хранителем, каким-то святым. Он так выстроит вам путь, что это приведет к благополучию в любом аспекте, в любом движении, что вы будете делать в этом месяце. Всем удачи. Всем удачи. Люблю и целую водолейчиков. Дерзайте. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что способствует продвижению моего канала. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok